Пенсия, на которых проживает более 75 тысяч человек, первые приняли удар стихии. Около суток люди заперты в своих домах, связи с ними нет. Не работают ни мобильные, ни спутниковые телефоны. Люди остались без электричества. Потоки воды сбивают с ног пешеходов и выносят автомобили. Скорость ветра достигает 250 км в час. Ураган йота в Карибском море усилился до самой опасной пятой категории и приближается к побережью Никарагуа. Из районов, где ожидаются наибольшие разрушения, идет эвакуация населения. Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Документ подготовлен в рамках реализации поправок в Конституцию. Одна из инициатив подразумевает наделение пожизненным статусом сенатора. Также в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о комплексном развитии территорий. Региональные власти могут получить право принудительного расселения старых домов при наличии программ реконструкции жилого фонда. Далее новости регионов. Не переключайтесь. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Крачаево-Черкесии осадки. Дождь, мокрый снег. Местами будут сильные. В отдельных районах туман. Гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1. Днем 2-7. В горах местами минус 4, плюс 1. В Черкесске сегодня временами осадки. Дождь, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днем 5-7 выше нуля. Перевозка детей в автобусах, а именно правила перевозки. В законе обсуждается такая важная тема. Каким документом регулируется порядок организованной перевозки детей? Каковы особенности перевозки несовершеннолетних граждан? Нужен ли сопровождающий медработник в поезде? Есть ли ограничения по возрасту детей при перевозках? И каковы требования к водителям? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии Елена Дармаграева. Доброе утро всем. Доброе утро, Елена Юрьевна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А сегодня мы будем говорить об очень важной теме. Это тема перевозки детей. Вот первый вопрос у меня такой. Каким документом регулируется порядок организованной перевозки детей автобусами? В целях обеспечения безопасности при перевозках детей правительством Российской Федерации 23 сентября этого года было принято постановление, которое утвердило правила организованной перевозки группы детей автобусами. А вот когда применяются эти правила? Эти правила начнут действовать с 1 января следующего года и будут применяться до 1 января 2027 года. Есть какие-то особенности перевозки детей? Да, такие особенности установлены. Автобус, предназначенный для перевозки детей, обязательно должен быть оснащен ремнями безопасности. Контроль за их использованием возлагается на сопровождающих детей и взрослых. Если в перевозке используются один или два автобуса, то организатор поездки обязан уведомить об этом подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Если же автобусов три и более, то тогда организатор поездки должен подать заявку на сопровождение патрульной машины и госавтоинспекции. На крыше автобуса, который перевозит детей, должен обязательно быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. Елена, скажите, а вот медработник должен быть в дороге, в поездке? Да, присутствие медицинского работника обязательно, если продолжительность поездки более 12 часов, и в поездке используются три автобуса и более. Ну вот по возрасту как-то ограничения есть детей? С какого возраста можно перевозить? Да, такие ограничения тоже законодателям установлены. Предусматривается, что дети в возрасте до 7 лет не могут перевозиться, если продолжительность поездки составляет более 4 часов. А какие требования к водителю? Водитель, прежде всего, должен перед поездкой пройти предрейсовый инструктаж. Не допускаются к перевозке водители, которые более одного года до начала поездки привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения с наложением административного ареста или с лишением права управления транспортными средствами. И водитель обязательно должен иметь стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года из последних двух лет работы. Ну что ж, я благодарю вас за такую полезную и нужную информацию. Желаю вам успеха в работе. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы черкесской редакции в 14.30 «Вести» с Ашемезом Хешовым. Удачного вам дня и до встречи в эфире. Московский индустриальный банк 1 декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. Все давно знают и выбирают сыр «Ольда». Миру сыр. Лови 91,2. Наша волна. Доброе утро. Доброе утро. Этюд в пастельных тонах. Еще пару часов назад в пастельных. Владислав Завьялов, Светлана Абрамова. Сегодня на экранах ваших телевизоров, ну или других гаджетов. Злой и страшно серый волк напугал самых грозных обитателей острова Хоккайдо в Японии. После масштабной вырубки деревьев жители одного из районов столкнулись с небывалым нашествием медведей. Несколько хищников даже пытались напасть на людей. Чтобы отпугнуть косолапых, у опушки леса установили ужасного на вид робота. Он сверкает красными глазами и издает громкие звуки. Медведи, похоже, и в самом деле решили держаться от него подальше. Увидев зверя, тут же убегают обратно в лес, сверкая пятками. Главное, чтобы людей до смерти не напугал этот робот. Технический прогресс не только в Японии демонстрируют вполне возможно уже через несколько месяцев у нас. Можно будет расплачиваться в магазинах и кафе с помощью своих биометрических данных. Здравствуйте. Кофе средний. Американ, да? Ага. Расплачиваться буду биометрией. Чтобы расплатиться в этой кофейне, не то что доставать кошелек, даже прикладывать телефон к терминалу не обязательно. Устройство способно узнать гостя в лицо, даже если здесь он впервые, а затем найти данные о его кредитке и списать деньги за покупку. Правда, чтобы все было так просто, еще с утра мне пришлось посетить банк, уполномоченный собирать биометрические данные и передавать их на сервис госуслуг. Снимите, пожалуйста, маску. Необходимо сейчас закрыть глаза на несколько секунд. Открывайте. Помимо фотографий у меня взяли согласие на сбор и хранение биометрических данных и образец голоса. С его помощью тоже скоро можно будет оплачивать покупки. И, наконец, потребовалось установить мобильное приложение. Здесь можно посмотреть, какие услуги сейчас доступны по биометрии, где в каких кафе можно оплатить, где счет открыть и так далее. И, собственно, здесь же реализована привязка платежной карты. Пока эта кофейня в России единственная, где касса...